Всем привет! Сегодня я хочу поделиться своим новым рецептом лимонных пирожных. Они получаются очень вкусными и буквально тающими во рту. Рецепт простой, готовится все очень быстро, а результат вас обязательно порадует. Если не хотите пропускать мои новые видео, нажимайте на колокольчик возле кнопки подписка. Вам сразу же будет приходить уведомление о выходе нового рецепта. Все продукты заранее достаньте из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Масло должно быть вот таким мягким. Перекладываем его в миску побольше. Добавляем щепотку соли, сахар и перетираем все вместе около 2-3 минут. Если вам удобно, можете воспользоваться миксером. Ну, в принципе, лопаткой тоже быстро получается. Масло должно посветлеть и стать пышнее. Теперь добавляем одно яйцо и лимонный сок. Если не хотите, чтобы в печенье была кислинка, тогда замените молоком. Чтобы пирожные получились более ароматными, я добавляю вот такую приправу от компании Камис, которая называется имбирный лимон. Здесь в составе имбирь, лимонная цедра, кардамон и немножко куркумы для красивого цвета. Получается и красиво, и ароматно. И вообще, такие приправы очень классно добавлять в чай или кофе, или варить какие-нибудь другие горячие напитки. Так что ссылку я оставлю в описании под видео. Можете перейти на сайт и посмотреть их продукцию. Она вот такая желтенькая и очень ароматная. Я добавляю одну чайную ложку. Если такой приправы нету, конечно, можете добавить щепотку имбиря и цедру лимона. И если любите, кардамон. И теперь еще раз хорошо все перемешиваем до однородности. Отдельно смешиваем муку и разрыхлитель. Частями просеиваем и замешиваем тесто. Долго тесто перемешивать не нужно. Как только мука впиталась, все, оно готово. Оно должно получиться вот такой кремовой консистенции. Очень такое мягкое и липкое. Сейчас слегка выравниваем его. Накрываем в контакт с пищевой пленкой, чтобы оно не заветривалось. И упираем в холодильник. Отдохнуть примерно на 1-2 часа. Можно и на ночь оставить. Если слишком спешите, тогда можно убрать в морозильную камеру на минут 30-40. Оно должно встать плотнее, чтобы его было удобнее формовать. И сразу же можно приготовить крем. Я сегодня хочу поделиться новым вариантом крема. Для его приготовления понадобятся всего лишь 2 ингредиента. Это сгущенное молоко. Берите хорошего качества, в составе которого только молоко и сахар. И лимонный сок. Сгущенку и сок я заранее достала из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. И лучше соединились между собой. Все очень просто. В сок добавляем сгущенное молоко. И хорошо перемешиваем венчиком до полного объединения. Крем получается очень классным и ароматным. И с такой легкой кислинкой. Очень хорошо его использовать и в пирожные, и в какие-нибудь тортики. Так что берите на заметку. Вот я еще даже до конца не домешала. Но крем уже стал заметно гуще. После холодильника он еще сильнее загустеет. И им будет очень удобно заполнять пирожные или наносить на тортики. Очень классный вариант. Похожий крем только с добавлением сметаны. Я использовала в своем торте Гармония и в морковном тортике. Там был тоже лимонный сок и сгущенка, только еще добавлялась сметана. Все, должна получиться вот такая гладкая однородная масса. Крем тоже накрываем пищевой пленкой. И убираем в холодильник примерно на 1 часик, чтобы он подзастыл и стал плотнее. Если будете использовать для тортов, то в принципе и в таком виде его можно использовать. Так как он хорошо держит форму, уже прям не расплывается. Но для пирожных я немножко охлаждаю, чтобы было еще удобнее наносить крем. Плюс еще тесто остывает. Тесто охладилось и стало вот таким плотным. И сейчас будет легко формировать печенье. Я уже подготовила противень, застелила его пергаментной бумагой и включила разогреваться духовку на 180 градусов. Руки я слегка смазала растительным маслом. И теперь беру одну чайную ложку теста и скатываю шарик. Размер можете делать побольше, поменьше, как захотите. Я делаю маленькие, примерно по 2-2,5 см в диаметре. У меня получилось 36 печенюшек. Я их разложила на 2 противня, чтобы между ними было побольше расстояния, так как в процессе выпечки печенье еще разойдется. Выпекаем печенье в духовке, разогретой до 180 градусов, ориентировочно 6-7 минут. Печенюшки готовы, у меня они выпекаются 6 минут. Они совсем маленькие, поэтому пекутся очень быстро. Готовность можно проверить деревянной палочкой, она должна полностью выходить сухой, без остатков теста. И по донышку. Она должна вот так подзолотиться. Из духовки они очень такие мягенькие, но когда подостынут, станут немножко плотнее. Но сами по себе они и будут такими очень мягкими и воздушненькими. И вторая партия тоже готова. Сейчас подождем минут 10, чтобы они остыли, и будем заполнять крем. Одну разломаю, покажу, какие они внутри получаются. Вот такие мягенькие-мягенькие. Это печенье будет вкусное и без всякого крема. Уж поверьте, просто тающее во рту. Каждой печенюшке я подобрала подходящую по размеру пару. И вот посмотрите, каким стал крем. Просто классный. Для удобства я его переложу в кондитерский мешок, чтобы было удобнее заполнять пироженки. Можно использовать обычный пакет и срезать угол. Делаем срез в один сантиметр и заполняем пироженки. И теперь соединяем половинки. Крема у меня как раз хватает на все пироженки, чтобы получился вот такой толстенький слой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как сказал оператор, здесь пропорции просто идеальные. Так что вытавьте, точно не пожалеете. Продолжение следует... Само тесто такое... Ну, везде есть кислинка. И в тесте, и в креме. Очень вкусно. Само тесто такое влажненькое, одновременно мягкое и рассыпчатое. В общем, я даже не знаю, как описать структуру. В общем, нужно пробовать. Очень вкусно. Однозначно рекомендуем вам попробовать такие пироженки. Лично у нас они уже стали любимчиками. Безумно вкусное, нежное тесто с такой приятной лимонной кислинкой, которая одновременно и мягкая, и сочная, и рассыпчатая. Ну вот действительно можно сказать, что оно тает во рту. Плюс эта нежная начинка с лимонным соком получается безумно вкусной. Кстати, после холодильника она становится плотнее, но остается такой же нежной и вкусной. В общем, сочетание суперское. Я уверена, что если вы любите цитрусы, то такие пироженки обязательно приживутся в вашем доме. В общем, на сегодня у нас все. Обязательно готовьте, пробуйте. А мы будем ждать ваши отзывы в комментариях. На сегодня у нас все. Спасибо за просмотр видео. Желаю всем приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok